Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Насколько я себя помню, я мечтал стать летчиком, всегда, вот с самого детства, вот, но почему-то не знаю откуда, то ли внутреннее, то ли такое воспитание, да, ну, я не считал профессию летчика какой-то такой достойной, скажем, да, то есть, ну, это как водитель там. И свою трудовую деятельность я начал, как, естественно, инженер-физик, занимался наукой. А летать начал тоже с первого курса института, то есть, как спорт, как хобби. Был аэроклуб ДСААФ, ну, там был достаточно жесткий отбор, надо было иметь здоровье безукоризненное. Те пилоты, которые были властниками ДСААФ, они, безусловно, безусловно, становились лучшими пилотами в армии, там, гражданской авиации и так далее. Вертолет – это уникальное транспортное средство, причем вседорожное, я бы сказал, транспортное средство. И сейчас, с появлением Робинсона, вертолет стал реально доступным большому количеству людей, я бы сказал, даже, наверное, всем доступен. Я познакомился с Сергеем Филоновым, который купил вертолет, ну, я его впарил ему, скажем так. Он тогда задал свой знаменитый вопрос, а ты мне, говорит, найди причину, по которой я должен купить вертолет. Я говорю, ну, как, ну, если же ты купишь, можно полететь в кругосветное путешествие. Это тогда казалось чем-то невероятным совершенно. Подумал, говорит, да, это серьезный аргумент. И купил вертолет. Мы начали с ним этот вертолет частично отбивать. Когда он получил эти деньги, он говорит, нифига себе, говорит, а если 10 вертолетов, мы же станем богатыми. Появилась такая идея сделать, ну, не все кругосветное путешествие, а трансатлантику. То есть, долететь из Лос-Анджелеса до Москвы на вертолетах. Нам отгрузили вертолет в ящиках, мы перевезли на соседний аэропорт в том же Лос-Анджелесе. Там его собрали, эти вертолеты, и полетели в Москву. То есть, и вот тогда мы для себя открыли Америку. Мы прилетели там на один из аэродромчиков в пустыне. Сели на этот аэродром. Жара. Никого нет людей. Стоит домик типа нашего клубного домика, только больше похожий на ангар. Заходим в этот дом, а там кожаная мебель, кондиционеры работают. И такие стеллажи стоят с холодильниками. А в холодильниках вода стоит газированная, там машина по производству гамбургеров. На столе лежат справочники авиационные, карты, там. И стоит такая банка трехлитровая. И там вот против каждой водички написано, там 0.33, там 0.25, там гамбургер, там 1.25 доллара. И банка, в которую нужно эти доллары просто кинуть. Авиамаркет сейчас это прежде всего. Это очень мощная авиационная школа. Сейчас у нас авиационный учебный центр, в котором наши курсанты получают все необходимые знания для полетов. Мы много очень переучиваем пилотов, которые списаны из армии. То есть это профессионалы, они остались без работы. И благодаря вот авиамаркету они все находят в себе вторую молодость в гражданской жизни. 06-345, контрольное висение взлет разрешаю, ветер 230 градусов, 2 метра. Второе, это, конечно, наш технический центр, авиационно-техническая база, где мы обслуживаем все виды Робинсонов, то есть и 22-й, и 44-й, и 66-й. Выполняем все виды работ и обеспечиваем надежность техники. Не менее 30 вертолетов, наверное, в год продается. И каждый вертолет, это же не только надо его получить с завода, привезти, здесь собрать и облетать. Это еще в соответствии с нашими законами надо его и помочь владельцу зарегистрировать машину. Сейчас это сложная операция, достаточно получить сертификат летной годности и обеспечить дальнейшую эксплуатацию этого вертолета, чтобы у человека, ну, он не был обузой, этот вертолет. Никогда не увидит человек, который не может подняться немножко над суетой, того, что увидит человек с воздуха. Один раз удалось вытащить из реки ребенка. Он там пробыл под водой, ну, по самым таким оценкам, от двух до трех часов утонувшим, да. И удалось его откачать. Помогли, наверное, мои знания из детства, где там нам рассказывали, как оживлять, как спасать утопленников. Ребенок жив-здоров и счастлив, счастливо живет сейчас. Но это, я говорю, это все как вот сопутствующие стороны, потому что это все происходит всегда случайно и неожиданно, только из-за того, что сверху видно все. Моя жена, Лена, да, она никогда за меня не боится. То есть вообще никогда не боится, да. То есть она знает, что со мной никогда ничего не случится, поэтому ее мало волнует, что я там делаю, какая погода была, какая там сложность и так далее. То есть она, не знаю, с чем это связано, в общем-то она привыкла. Ее больше волнует, если я там с какими-то другими женщинами вдруг окажусь рядом или еще что-то. Вот это, конечно, серьезные переживания. А дети, дети рвутся летать, безусловно. Они оба с удовольствием летают. Ну, у одного характер, конечно, больше такой летческий, он больше у меня, он такой подвижный, очень энергичный и мгновенно все видит. А у другого больше склонности, конечно. Вторая половина моего «Я» – это конструкции, ну, конструирование, там, всякие изобретения. И он больше, скорее всего, он будет конструктором. Ну, это я так хочу. А на самом деле, что будет, мы посмотрим. Они сами вольны выбирать свое будущее. Нет, я вообще по жизни никогда по ветру так особо не держал. То есть у меня всегда своя дорога. Никогда не мог насытиться полетами. То есть, вот, летая в аэроклубах ДОСАФ, летая в сборной России даже, ну, я летал действительно очень много. Но, вернувшись домой, я все время пытался вот делать там самолеты, планера, на которых тоже летать, еще больше, чтобы летать. То есть делали для того, чтобы летать, а не для того, чтобы сделать из этого какой-то бизнес. Мало кому на планете удается так вот счастливо жить, как я живу. Каждый из нас, однажды вставший на этот путь, встретит множество преград. Но это вовсе не повод для того, чтобы останавливаться, а уникальная возможность их преодолеть. Ведь в этом пути и есть смысл нашей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...